А вот что есть разные системы, есть очень интересные системы очистки, есть глубокие, которые ни в коем случае неподготовленным людям не стоит делать, типа система морица, которая очень хорошая на самом деле, но сначала надо обязательно избавиться от паразитов, пройти антипаразитарную комплексную программу. Кстати, дорогие друзья, скажу вам для наших зрителей, что все-таки я, если мы говорим не только о взрослых формах тех или иных гельминтов, которые в кишечнике, которые, конечно, или черного ореха способны удалить, а когда и полынь, пижма и так далее. А я говорю о серьезной гельминтизации внутри тканевой, когда личинки определенной стадии, когда цисты. И вот есть средства, я про это подробно рассказываю, такое вещество хиномоноза, которое содержится в лисичках, гриб-лисичка, которое способно расщеплять даже молочки из гельминтов, прерывая циклы. Это самое сильное на планете средство в этом смысле. И если совместить эту методику, она у меня подробно изложена в моем мини-инфопродукте номер 14, вот с этой системой питания, скажем, организма необходимыми комплексными веществами, а это совместимо абсолютно, то это будет просто изумительно мощная и абсолютно полная антипаразитарная программа. Плюс поддержка организма, вот эти самые сорбенты, то, которые позволяют на ночь, особенно если принимать, типа, белой глины, там, например, да, выводить яды, токсины ночью, фокус тот же, который содержит все вообще минералы, это друг другу не только не противоречит, а дополняет абсолютно. Потому что это пища, это не химические, как некоторые боятся, люди думают, а не много ли всего? Я скажу для таких людей, это то же самое, как вы много всего положили в салат. То есть это пища, это продукты питания. Гиппократ говорил, что пища это лекарство, должна быть, конечно, а лекарство это пища, правильная пища. Да, это говорил еще Гиппократ, да, на самом деле. И вот мне всегда хотелось, чтобы мы, когда с вами говорили об очищении, я, кстати, не могу найти так вот в мире очень много соратников этому направлению, потому что кто-то только БАДы, кто-то только питание, кто-то только специи, кто-то только травы, кто-то только гомеопатия. И людей вот с таким широким кругозором, как у вас, чтобы вы и питание, и специи, и травы, и БАДы, и еще, так сказать, более сильные какие-то вытяжки, экстракты, ну то есть какие-то формы, да, людей с таким, ну как бы широким образованием очень мало, потому что, как правило, у людей, у врачей, особенно у узких специалистов, у них узкое тоннельное мышление. Вот они упрутся в какое-то свое направление, ну, к примеру, там, в гомеопатию, да, и они как будто бы отрицают, что ну вообще не существует ничего, кроме гомеопатии. Кто-то уперся в иглорефлексотерапию, там, и вот говорит, что вот иголками можно все-все-все-все, да, кто-то уперся в бег, например, кто-то уперся в какое-то, допустим, физиолечение, да, и отрицают глобальную систему питания. То есть, да вообще у нас творец ничего нам не передал, кроме глобальной системы питания, очищения и движения. Конечно, это и есть питание. Вот, во-первых, в природе, давайте так скажем, вот некто говорит, голодание правильно или нет? Это правильно, это, ой, потому что сама природа предусмотрела в обязательном порядке полное и сильное доклеточное уровень очищения, обновления тканей всех, перезагрузка системы. Это когда, это природой создано именно голодание. Но, и тут я сразу скажу, что есть оговорка, если есть в организме паразиты, особенно такие, как аписторхи, допустим, в печени, которые едят клетки печени, например, они питаются, то категорически, один-два дня можно, а вот длительные, 21 день методики есть голодание. Они разорвут печень практически. Категорически нельзя, и поэтому сначала комплексная, глобальная методика очищения от паразитов, следующий этап, это месяц хотя бы, питание организма всеми, которые был дефицит минералов, витаминов, жирных кислот, всего, и когда уже будет реально и ощутимо внутренняя сила и внешней энергии полно, прям прилив сил, бодрость, вот тогда можно проходить уже подготовившись правильно к этому, и полной вот этой большой системой действительно лечебного голодания, который там, сколько человек существует, столько и есть. Вот у нас есть программы, которые с глиной, которые с голоданием, но я как бы как специалист, как осторожный специалист, как специалист, который в принципе давал клятву Гиппократа, не навреди, то есть это моя жизненная как бы установка, да, я если не знаю продукты, я если не работала с ним сама, почему я не могу рекомендовать, например, существует 3000 бадов в разных странах, китайские и так далее, и так далее, но я не могу это рекомендовать, потому что у меня нету личного, конкретного, персонального опыта этого применения, да, потому что сказать можно что угодно, но за каждые свои слова надо отвечать, то есть я могу работать только теми продуктами, в качестве которых я уверена, чтобы они были не сильные, чтобы они были чистые, чтобы они были, скажем так, в минимальных дозировках, чтобы они могли совмещаться с друг другом, и поэтому вот я специально много лет разрабатывала эту программу, мягкую, то есть это всего там около там 250 что ли таблеток, которые новый человек, который только решил заняться своим здоровьем, может употребить абсолютно безопасно для себя, и поэтому мы всем, кто, я лично, всем, кто хочет заняться своим здоровьем, рекомендую начать со здоровья именно кишечника, потому что в кишечнике, как говорила Марва Агонян, смерть идет из кишечника, и китайцы это говорили, что мы ложкой и вилкой копаем себе могилу, и китайцы еще говорили, что наша смерть лежит на дне тарелки, то есть я это впитала еще там 30 лет назад, когда только начинала работать врачом, что нам придется когда-нибудь менять глобальную систему питания, вводить специи, вводить травы, вводить биологически активные, научно, скажем так, технологические продукты, заключенные, дозированные в капсулах, гранулах, там, таблетках и так далее, потому что очень грязная продукция.